Штат Норвук Штат Норвук Орбитальная станция «Салют-6». Экстренный сеанс связи. Объект, увеличивающий яркость, проходил в отношении к нашему кораблю, где-то с курсовым углом, так 20, наверное, 200. Наши долго наблюдал за ним, увеличивал свои размеры и яркость, а потом ушел туда. Принято, формула его так не может записаться. Нет, видите, ярко звезды, вот как ярко звезда на уровне так теннисного начала. Эта недавно рассекреченная запись свидетельствует о том, что экипаж орбитальной станции наблюдал неопознанный летающий объект. Посмотрите, как он движется, как легко меняет курс, и все это на недоступной для земных летательных аппаратов скорости. Что это? Оптический обман? А может, инопланетный корабль? То, что Коваленок видел неопознанные летающие объекты, я совершенно не сомневаюсь. Более того, если говорить о нашем полете, мы тоже видели неопознанные летающие объекты. Но ведь неопознанные. Что такое неопознанный летающий объект, который ты видишь из космического корабля? Это светящаяся, ярко светящаяся точка. Я знаю, что в некоторых случаях это были просто наши мусорные ведра, которые у нас алюминиевые. Мы их выбрасываем, они входят в атмосферу и сгорают. Но какое-то время они летят за нами и ярко светятся. Однако в данном случае речь, скорее всего, шла не о космическом мусоре. Вот рисунок, сделанный рукой космонавта. Так выглядел объект, который вплотную приблизился к орбитальной станции. Этот эпизод, как и десятки других, был засекречен. В течение многих лет всерьез об НЛО в нашей стране было принято не упоминать. Многие думают, да, вот люди свихнулись уже, НЛО какие-то там, есть все это. Я лично видел, месяц совсем полком, месяц отписывались потом определенным органам. Потом нам сказали, прекратите, это шаровая молния. Как будто мы шаровую молнию никогда не видели. Но когда громадное, светящее, за долю, за считанные секунды превращается и исчезает с глаз, наверное, это не шаровая молния, а это аппарат, который летит с колоссальной скоростью. Сам термин «летающая тарелка» принадлежит американскому пилоту-любителю, который в июне 47-го года, совершая полет на своем одномоторном самолете, неожиданно увидел в горном каньоне несколько странных летательных аппаратов. НЛО имели гладкую поверхность, напоминали тарелки, отражали солнце, как зеркала и летели с огромной скоростью. Они двигались, как камешки, прыгающие по воде. К его рассказу отнеслись, как к забавному анекдоту. Однако то, что произошло в американском городке Розуэлл всего через несколько недель, стало мировой сенсацией. Утром 26 июля в местную полицию стали поступать от горожан многочисленные сообщения о том, что на окраине города потерпел крушение какой-то странный летательный аппарат. Эксперты утверждают, что отправленная с ближайшей военной базы разведывательная группа на месте обнаружила обломки потерпевшей крушения летающей тарелки и даже фрагменты тел ее обитателей. Результаты расследования докладываются лично президенту США. Видимо, Гарри Трумэн был настолько ошеломлен выводами доклада, что счел необходимым поставить в известность об этом лидера другой крупнейшей державы – Сталина. Как вспоминал Сергей Королев, его немедленно вызвали в Кремль, провели в кабинет, где на столе были аккуратно разложены фотографии НЛО, чертежи, схемы. Как и президента США, Сталина волновал только один вопрос. Если это инопланетный корабль, и пришельцы действительно существуют, значит, рано или поздно они могут напасть. А раз так, значит, две державы должны будут объединиться перед лицом нового инопланетного врага. Спустя 48 часов Королев доложил Сталину. Для исчерпывающего вывода о том, что в руках американцев действительно оказался инопланетный корабль, предоставленных материалов недостаточно. Однако он, Королев, ручается, что неопознанный летающий объект не является и новым видом вооружения, поскольку современная наука пока не в состоянии создавать нечто подобное. И приписка в конце – проблема инопланетных визитов требует серьезного изучения. С этого момента вся информация о вероятных контактах с внеземными цивилизациями тщательно засекречивается. Эта видеозапись была сделана в начале 90-х, вблизи одного из военных объектов. Согласно проведенной экспертизе, пленка была признана подлинной. Очень похоже на корабль инопланетян. Но достоверных доказательств тому, что это действительно пришельцы, тоже нет. Объект исчез так же внезапно, как и появился. Некоторые считают, что пришельцы действительно существуют и даже вступают в контакт с людьми. Рассекреченные архивы хранят рассказ человека, который утверждает, что видел инопланетян. Сниматься он согласился только на условиях анонимности, поскольку до сих пор работает в одном из закрытых институтов. По его словам, однажды во время проведения лабораторного опыта он увидел яркую вспышку, а затем в комнате появились странные существа. Только один со мной разговаривал. А остальные все, если я с ним разговариваю, то они стояли где-то в разных местах. Мы, видимо, наблюдали. Но энергетически они могут сделать, что захочешь. Я, конечно, убедился, как они зажигают травку запас. Ничего, никаких лучей, ничего, просто... Она, хоп, и вспыхивает. По словам Вячеслава, пришельцы предложили ему посетить их планету. Они ввели его в состояние транса, а когда он очнулся, то не поверил своим глазам. Вот посмотри на это. Видишь, там у нас насекомое летит, оно с ворону. У вас такие есть, типа как пчелы, типа это, с носом таким длинным. Что-то... Я таких у нас... Я сразу понял, что у нас таких нет. А так, как пальмы, типа такого есть. И еще низкорослые кустарники с листьями, как у фикуса. Что за дребедень? Вода голубая-голубая, но холодная. Туда ногу засунешь, аж сразу выпрыгиваешь. Я не видел там купающихся или еще чего-то. И влажность страшная. Прям только открыл, все сразу. Капельки все. И морда красная-красная сразу становится. По рассказу Вячеслава, жители этой планеты не какие-то зеленые человечки с рожками. Они выглядят так же, как земляне, только гораздо выше ростом, очень стройные и с привлекательными чертами лица. Сам Вячеслав не может ответить на вопрос, что с ним произошло. Врачи отмечают, что он психически здоров. В момент, когда с ним произошел этот случай, он находился на рабочем месте и был абсолютно трезв. Конечно, этот пример не единственный. Интервью с людьми, которые якобы встречались с инопланетянами, иногда можно видеть на телевидении и в прессе. Некоторые им верят. Однако врачи все-таки склонны объяснять такие истории психическими отклонениями. Впрочем, одно дело рассказы про марсиан не совсем здоровых очевидцев. Другое – факты, документально подтвержденные и зафиксированные радиолокационными средствами. Эти факты свидетельствуют, что неопознанные летающие объекты неизвестного происхождения действительно появляются в местах дислокации военных аэродромов и ракетных баз. Более того, неоднократно появление НЛО могло спровоцировать даже самопроизвольные пуски ядерных ракет. Я лично участвовал в расследовании трех таких эпизодов. Первый произошел 4 сентября 1983 года в расположении одной из дивизий ракетных войск стратегического назначения на Украине, Милинской области. Это была 50-я дивизия РВСН Прикорпатского военного округа. Неожиданно в небе над командным пунктом появилось несколько аппаратов явно искусственного происхождения, а дальше стали происходить невероятные вещи. В середине фазы наблюдения этого явления, а это было в 21 час 30 минут по Москве, на командном пункте вот этого подразделения ракетных войск внезапно сработала автоматическая система управления боевым комплексом. На мгновение засветились все индикаторы вызовного табло, как при проверке, допустим, неждатной ситуации. И, главное, засветилось табло пуска. Вернуть контроль над ядерным комплексом удалось только после того, как эти аппараты также внезапно исчезли. О происшедшем сразу же доложили в Москву. Ведь пуск ракеты не застоялся только потому, что неизвестным объектам не удалось воспроизвести на магнитной ленте комплекса шифр генерального штаба. Вот список свидетелей этого ЧП, которое тщательно изучалось в самых высоких кабинетах. Этот документ рассекретили впервые. И то, как он озаглавлен в список лиц, наблюдавших НЛО, доказывает, версия провокации со стороны потенциального противника была отброшена почти сразу. И тому была своя причина. Из конфиденциальных источников в Пентагоне стало известно, буквально через несколько недель почти аналогичный случай произошел на ракетной базе вооруженных сил США. Все то же самое. Внезапное появление НЛО в районе командного пункта, затем срабатывание автоматизированной системы управления в режиме боевая готовность, и только повторный контроль позволил избежать ядерного пуска, который неизбежно привел бы к началу Третьей мировой войны. Из этих фактов некоторые эксперты, посвященные в суть проблемы, вынуждены были сделать шокирующий вывод. Какая-то третья сила проверяет на прочность ядерные замки двух сверхдержав. Рассматривались все версии, вплоть до влияния внеземных цивилизаций. Даже серьезные ученые вынуждены были согласиться с тем, что мы во Вселенной, скорее всего, не одни. Вселенная огромна. Это десяток миллиардов световых лет ее размер характерный. В ней миллиарды галактик. И утверждать, что нигде, кроме Земли, не может существовать жизнь, это действительно, во-первых, наивно, во-вторых, не обоснованно никоим образом. Несмотря на беспрецедентные меры секретности, информацию о необъяснимых явлениях, которые связывались с инопланетным вмешательством в земные дела, не всегда удавалось скрывать. Так произошло 23 сентября 1977 года, когда в районе центральной набережной города Петрозаводска сотни горожан с изумлением наблюдали появление НЛО гигантских размеров. По описанию очевидцев, из него выходили световые лучи, которые будто прощупывали город. По городу поползли нехорошие слухи. Чтобы предотвратить панику, назначается расследование. В результате было официально заявлено, что в расположенной неподалеку воинской части проходил учебный запуск ракеты, закончившейся неудачей. Ракета взорвалась, что и стало причиной необычного зрелища, которые наблюдал весь город. Непонятным оставался только один факт. В ночь события по всему Петрозаводску в оконных стеклах внезапно появились маленькие аккуратные отверстия. Стекла были вывезены в Москву и отданы в МВД на экспертизу. Впрочем, ее результаты тоже оказались более чем прозаическими. Любопытный очень отчет, я его читал, заключался он в том, что подобного рода отверстия могли быть сделаны в стекле воздействием твердых металлических предметов, выпущенных из метательных орудий типа рогатки. Скорее всего, эти выводы были лишь прикрытием еще одного расследования, потому что об этих пресловутых отверстиях существовал и другой засекреченный отчет. Здесь он показан впервые. Экспертиза, проведенная в одном из закрытых институтов, дала однозначный ответ. Столицу Карельской АССР Петрозаводск прощупывал особо мощный лазер. Вывод заключался в том, что если предполагать, что это лазерное устройство размещалось на том объекте, который наблюдали сотни жителей, и оно находилось в районе, так сказать, причала в Петрозаводске, то при такой геометрии, взаимной геометрии домов, где были поражены стекла и этого объекта, энергия лазерного устройства должна быть очень большой. К тому времени такой энергией обладал только один единственный в Советском Союзе лазер в городе Томске. Причем он был стационарного исполнения, очень тяжелый, и ни один летательный объект, известный в то время, не мог бы его, так сказать, взять на борт, если даже представить себе, что этого очень захотелось. Впрочем, как бы сенсационно не звучал этот вывод, он все же не является доказательством визита пришельцев. Отверстия могли появиться и по какой-то другой причине, но какой? Это и был самый тревожный вопрос. Именно после случая в Петрозаводске понятие НЛО в СССР становится научной проблемой, правда, для очень узкого круга посвященных. Первая советская программа по изучению неопознанных летающих объектов предполагала только сбор данных и получила шифр «сетка». Генеральный штаб выпускает секретную директиву, она сейчас перед вами. В ней полностью расписаны действия личного состава вооруженных сил при встрече с НЛО, которые здесь названы «Аномальные аэрокосмические явления». Под этим названием НЛО и проходит по всем военным документам. К удивлению создателей программы «Сетка», отчеты из воинских частей хлынули буквально потоком. У нас вначале создавалось впечатление, что мы вот в рамках «Сетки» до 1980 года получим ответы на все вопросы. Но жизнь, так сказать, совершенно не так сложилась, и мы, собственно, не получили ответы на вопросы, а наоборот, этих вопросов получили больше, чем ответов на них. Все эти исследования проводились в те годы, когда сами разговоры об НЛО инопланетянах в Советском Союзе считались антинаучными. Однако в это же самое время в военном ведомстве принимается новая секретная программа по изучению НЛО под названием «Галактика», затем ее продолжение – «Горизонт». Об истинных причинах интереса к неопознанным летающим объектам, наверное, не знали даже многие высокопоставленные сотрудники генерального штаба. Но большая охота за НЛО была объявлена. Иногда это происходило по принципу «нужно найти НЛО, значит найдем». В этих документах описан случай, который можно назвать типичным. Часовой солдат срочной службы «Восинович», охраняя склад ГСМ, доложил о непонятном воздушном объекте, появившемся над складами. Буквально на следующий день в часть нагрянула комиссия. Был составлен точнейший план места происшествия, где обозначено место появления НЛО. Главное, обратите внимание, показания визируют сотрудники КГБ. И все это при том, что это был заштатный склад, где ловить шпионов придет в голову разве что сумасшедшему. Таких сообщений множество. Поэтому, чтобы не вводить ученых в заблуждение, генеральный штаб идет на беспрецедентный шаг. Они получают неограниченный доступ к особо секретной информации о всех ракетных пусках, как в СССР, так и за рубежом. В том числе о пусках неудачных и даже засекреченных экспериментах. Таких полномочий не имели многие высшие чины Министерства обороны. Но именно эти полномочия позволили тщательно исследовать каждый случай. Так появилась собственная статистика ученых, позволившая сузить круг поиска НЛО. По этой статистике, 85% случаев появления НЛО это последствия природных явлений и обыкновенных ракетных пусков. Но 15% не поддавались никакому объяснению. Видели мои летчики и в Толдыкургане, и в Ажаевке на Дальнем Востоке направляли самолет в этот район, и там направлял, дал команду по радио. Эффект один и тот же. Самолет начинает приближаться, только моментально почти в точку исчезает. Калашальной скоростью, такси нет. В октябре 81-го года летчик, гвардии лейтенант Борис Коротков под Ленинградом подвергся настоящей атаке НЛО. Свой Су-32 он посадил чудом. Вот фотография хвостового оперения этого самолета после посадки. Обратите внимание, из него словно вырван кусок металла. А вот схема этого воздушного боя, позже воспроизведенная самим пилотом. Специалисты были шокированы, когда выяснилось, что в момент столкновения с НЛО у самолета вышла из строя вся электроника. И самое невероятное, перестал работать даже черный ящик, что происходит только в момент гибели самолета. Статистика говорит о том, что чаще всего НЛО наблюдают именно в районе военных аэродромов. Это один из первых зафиксированных на пленку случаев, который произошел в августе 1961 года в Латвии. В небе над аэродромом неожиданно появился неопознанный объект. Он был ярко освещен и имел форму фиолетового треугольника. Только в середине 80-х, когда была рассекречена эта кинопленка, современными методами был проведен анализ. Тогда и определили параметры Рижского треугольника. Его сторона составляла более 200 метров, а висел он на высоте около 20 километров. Между тем, летчики продолжают докладывать о своих встречах с НЛО. Вот второй случай, о котором есть смысл рассказать, это произошло через неделю, 20 километров южнее Ялты. Задание было простое. Вираж влево, вираж вправо, пикирование горкой. Вдруг я увидел почти над собой НЛО, но я-то несусь прямо носом туда. Перед летчиком возник большой, диаметром около 90 метров, яркий овальный объект в виде выпуклой линзы. От него исходило неоновое свечение, а вниз под углом шел ярко-белый луч. Неприятное ощущение. Настолько неприятное, что мне пришлось срочно убрать крен, так бы я носом вскочил в этот луч. А то я ударил по нему крылом. Поэтому я могу точно сказать, какой он был в диаметре. Диаметр был примерно 2,5 метра. Но я почувствовал удар. Но самое удивительное, это то, что когда я крылом ударил, получил, он рассыпался. Знаете, вот такие блески, он так, ну вот как вот над Москвой, когда салют, очень похоже. После удачной посадки прямо на взлетно-посадочной полосе выяснилось невероятное. Несмотря на четко различимый удар, механических повреждений не было. Зато что-то странное произошло с крылом. Еще неделю оно продолжало светиться ярким светом. Вызывало некое подозрение то, что в основном, так сказать, они группировались, или их массовое наблюдение, это в основном военных объектов. Вот, допустим, возьмем Мулино-Смолино Держинского района, Горьковской области. Также в районе Плесецка они часто наблюдались. Опять же тот же Борисоглебский аэроузел, где проводятся полеты. То есть, с одной стороны, вроде бы рождалась такая версия, что они контролируют какие-то испытания. Подобное поведение неопознанных летающих объектов расценивалось в Министерстве обороны не иначе, как угроза. Но чья? Если эти аппараты искусственного происхождения, то кто создатель этого чудо-оружия? В СССР в этот период визиты НЛО отмечались чаще всего в районе Борисоглебского аэроузла. Вот карта из архива оборонного ведомства. Здесь расположены военные аэродромы, на которых базировалась новейшая по тем временам авиационная техника. Получалось, что НЛО установили здесь своеобразное дежурство. В одном 1984-1985 годах в среднем в год 20-30 таких случаев наблюдали. Каждый из таких случаев фиксировался. Этого требовало Министерство обороны в своей секретной инструкции. Она содержала порядок представления и донесений, а главное предопределяла то, что в каждой части, до полка включительно, должен быть назначен ответственный за сбор информации, который отдельно, так сказать, эту информацию заносил в специальный журнал и направлял в центр. Одним из таких офицеров был полковник Александр Копейкин. Опытный военный летчик. Освоил несколько типов истребителей. Провел в воздухе не одну сотню часов. Казалось бы, такого человека трудно заподозрить в увлечении мистикой. В области аномарных явлений я был ответственный за сбор информации в южном секторе Московского военного округа. Есть у меня журналы. Вел я очень подробную статистику. Значит, мне принадлежит методика расчета появления неопознанных объектов в конкретной точке земной поверхности. Значит, точность у меня выходила 10-15 минут, и они появлялись. Хотите, верьте, хотите, нет. А все началось с ЧП, которое произошло с полковником Копейкиным во время плановых полетов. Отработав полетную программу и выполняя уже последнюю фигуру высшего пилотажа, летчик вдруг заметил, как перед истребителем внезапно появился странный объект, который представлял собой плотный шар, окруженный ярким серебристым облаком. Несмотря на резкие порывы ветра, он почему-то неподвижно висел в этом районе в одной точке и не прощупывался локатором. Связь с аэродромом была потеряна. Попытка летчика просто приблизиться к объекту едва не стоила ему жизни. И только развернул самолет, тут он, знаете, вышел у меня из вспоминания. Началась такая болтанка, вот я 18 лет пролетал, но ничего подобного я не видел. Хотя попадало и в грозовую деятельность, и в шквальные всевозможные ветры были. Ничего подобного не было абсолютно. Силы не хватало шеи, чтобы удержать голову, чтобы она не билась о фонарь. В это же время включилась сирена. Откуда она взялась, эта сирена, совершенно непонятно. Было больно на грани болевого порога. Мне казалось, что сейчас самолет, во-первых, взорвется. Не знаю, как, какими интуитивно, или что, руками, ногами я, значит, увернулся от этого облака, чиркнул так вот, ну, чуть-чуть там за край его. И все, все прекратилось тут же. Прекратилась болтанка. Мне показалось, что самолет вообще остановился в воздухе. Этот случай не единственный. Такую странную природу ощущения человека пытались объяснить влиянием космических возмущений, или даже прорывом космической плазмы в земную атмосферу. Но, похоже, только для того, чтобы успокоить пилотов. Однако встречи с НЛО фиксируют не только летчики. Доклады поступают и от военных моряков. Особую тревогу у командования вызывает тот факт, что неопознанные летающие объекты появляются в непосредственной близости от маршрутов боевого дежурства атомных подводных лодок. Один из таких случаев произошел 26 августа 1975 года. На мостике обычный состав. Я вахтный офицер, помощник командира и сигнальщик. Через некоторое время сигнальщик докладывает. Справа 45 градусов самолет. Смотрю, предмет, который он обозвал самолетом, не перемещается. Через минуту стало ясно. Ни с чем подобным моряки не встречались. Предмет был необычной формы. Типа перевернутого парашюта. Он весь светился и на фоне темного неба просматривался отчетливо. Свечение было кольцами. Наиболее яркое свечение происходило от нижнего кольца. Белый такой свет интенсивный. Потом кольцо лунного света. Потом красноватого, розового такого света. Потом темно-красного. Над куполом четко просматривался треугольный огонь. Такого фосфорического цвета. Вдруг этот НЛО начал перемещаться в нашем направлении. Через некоторое время из нижней части у него вытянулся луч. Ну, такой как прожектор. В сторону вот того корабля, который шел впереди. Через некоторое время на глазах у застывших моряков НЛО начал удаляться и исчез за горизонтом. Поэтому и возникает версия о том, что наблюдаемые военными моряками и летчиками НЛО на самом деле не что иное, как сверхсекретное оружие, принцип действия которого основан на неизвестных современной науке знаниях. Именно тогда и вспомнили о секретных архивах вермахта и о том, что еще в 30-е-40-е годы в фашистской Германии существовала программа по созданию новых видов супероружия. Перед нами то ли снимки, то ли зарисовки из архива спецслужб. Утверждается, что это вовсе не НЛО, а экспериментальные машины Люфтваффе. По некоторым данным, в Германии еще в 1938 году начали строить экспериментальные аппараты, основанные на технологиях НЛО. Их проектировали в ракетном центре Третьего Рейха, где в годы войны работал изобретатель фон Браун. Там было создано около 100 экспериментальных моделей. В 1944 году немцы сконструировали дисколет, развивавший скорость более 2000 км в час. Известно, что на нем стоял так называемый двигатель Шаубергера. Принцип его действия основывался на взрыве, и потреблял он всего лишь два компонента топлива – воздух и воду. По признанию специалистов, исследования гитлеровцев опередили свое время лет на сто. Говорят, что таинственные аппараты и чертежи по личному приказу Кейтеля успели уничтожить. Впрочем, в подборках иностранной прессы часто мелькают снимки одного объекта. Это не фотография НЛО, а, судя по всему, та самая немецкая летающая тарелка, по некоторым данным, вывезенная в Соединенные Штаты. Известно, что в США после войны под руководством Вернера фон Брауна проходили активные изыскательские разработки принципиально новых летательных аппаратов. Если судить по сообщениям в печати, эта работа успехом не увенчалась. Однако не исключено, что результаты все-таки были получены, поскольку в определенный момент, как по команде, вся даже открытая информация по этой теме была засекречена. Между тем, то, что произошло в 1947 году, заставляет некоторых экспертов делать вывод о том, что фашистской Германии все же удалось сконструировать оружие по образу и подобию НЛО. Речь идет о разгроме американской эскадры под командованием известного американского полярника адмирала Ричарда Берда, которая у берегов Антарктиды искала нацистские военные базы. Доклад, который сделал в Вашингтоне адмирал Берт, до сих пор вызывает массу вопросов. Ведь адмирал и другие участники похода говорили не просто об атаке вражеской авиации, а о летающих тарелках, которые выныривали из-под воды и двигались с огромной скоростью. Они внезапно меняли направление движения, демонстрировали чудеса полетной техники и выбрасывали в сторону американской эскадры смертоносные лучи. Именно эти лучи и сожгли большую часть американских кораблей. По воспоминаниям другого участника экспедиции, известного военного летчика Джона Сайерсона, бой длился 20 минут. Крушение Третьего Рейха унесло с собой многие тайны, хотя... Перед нами съемки испытаний одной из американских секретных лабораторий. Как видим, дальше экспериментальных моделей дело, судя по всему, не пошло, иначе уровень современной авиации и космонавтики, наверное, был бы иной. И все же некоторые специалисты утверждают, эти аппараты – попытка реализовать попавшие к военным и тщательно засекреченные знания. На мысль о том, что военным есть что скрывать, наталкивает вот эта сенсационная видеозапись, которая оказалась в распоряжении одной из американских телекомпаний. Если верить ее авторам, то это существо – инопланетянин, который был захвачен американским спецподразделением на месте крушения космического корабля. А действие разворачивается на одной из баз США. Обнародование этой пленки вызвало настоящий ажиотаж. Одни утверждали, что пленка является подделкой, другие требовали от политического руководства США правды. Между тем, информация о возможных контактах с инопланетянами приходит и из Советского Союза. В это же время в районе Борисогребского авиационного узла было зафиксировано появление НЛО. На его перехват был отправлен боевой истребитель. Однако, приблизившись к объекту, самолет внезапно потерял управление, связь с пилотом прервалась, все попытки руководителя полетов выяснить у экипажа, что случилось, результата не дали. В режиме полного радиомолчания самолет, снижаясь, ушел в сторону леса и, столкнувшись с землей, взорвался. Немедленно поисковая группа отправилась к месту катастрофы. Как утверждают участники операции, лишь только они приступили к разбору обломков самолета, они почувствовали чье-то присутствие. Подняв голову, они оцепенели. Ну, когда их начали там вот эту ямку выкапывать, самолет доставать с самих летчиков, вот, на вот так вот метров сколько там, 150-200, на опушке сосен увидели огромного человека. Порядка трех с половиной, мы потом мерили поломанные ветки, значит, смотрели, где-то 3,5-4 метра высотой. Человек, значит, в серебристом костюме был, значит, без головного убора, светловолосый. Он развернулся и пошел в этот лес, раздвигая вот эти вот, словно траву, вот эти вот деревья. Забежали когда в лес, вот, то услышали, значит, свист, и над лесом поднялся огненный шар, и низко-низко над кромками деревьев ушел, значит, в южном направлении. Когда участники поисковой группы доложили об увиденном, им, конечно, не поверили. Сначала даже заподозрили, так сказать, в употреблении. Однако потом к месту предполагаемой посадки неизвестного шара все-таки отправили еще одну группу. Совпадение это или нет, но пока группа добиралась до места, там вспыхнул сильнейший лесной пожар, так что искать следы пришельцев, о которых доложил полковник Копейкин, уже было бесполезно. Однако психологи склоняются к выводу, что поисковая группа вполне могла стать объектом мощного гипнотического воздействия. Что же касается причины гибели летчиков, пилотировавших боевой истребитель, то ею был назван внезапный отказ техники. Это была единственная причина, которая хоть как-то объясняла то, что объяснению не поддавалось. Почти одновременно в США появляется еще одна видеозапись. На ней якобы зафиксировано вскрытие инопланетянина, тело которого было найдено среди обломков потерпевшего крушения инопланетного корабля в 1947 году, недалеко от американского городка Розуэлл. Пленка была сделана на секретной базе американских ВВС, куда были вывезены обломки инопланетного корабля вместе с погибшими пришельцами. Надо сказать, что за эти годы так называемое Розуэльское дело раскололо исследователей на два лагеря. Одни утверждают, что это был никакой не инопланетный корабль, а секретный разведывательный зонд, запущенный Советским Союзом, чем и объясняется чрезвычайный режим секретности. Другие, напротив, считают, что спецслужбы США скрывают информацию о первом контакте с пришельцами, который по какой-то причине оказался неудачным. По всем тем, имеющимся у меня данным, я склонен к тому, что это одна из крупнейших фальсификаций, так сказать, в историческом масштабе. Нельзя исключать, конечно, и версию того, что вот это вот Розуэльское дело, если можно так сказать, в НЛО, имело своей целью вот в сторону от практических исследований в этой области, в мистическую. Конечно, история так называемых розуэльских пришельцев за 50 лет обросла такими легендами, что любые доказательства и, напротив, опровержения уже никогда не будут казаться исчерпывающими. Однако, вот копия с подлинного документа, секретной инструкции Пентагона, которая подробно определяет действия американских военнослужащих при встрече с НЛО. Ее текст почти идентичен аналогичной инструкции, принятой в советской армии. Но есть здесь один любопытный пункт о контактах со средствами массовой информации. В Соединенных Штатах вырабатывали специальные инструкции, в которых предписывалось, что все вымыслы и шутки по данной проблеме официально публиковать, а технические подробности опускать. Поэтому есть подозрение, что исследовательский размах на государственном США достаточно высок и велик. А то, что попадает в пресс, типа, так сказать, различных руссоинских чудес, это только, так сказать, или прикрытие, или вот в сторону от целенаправленных исследований, которые проводятся по данной проблеме. Если американские военные выполняют эту инструкцию, то не исключено, что все эти истории с пришельцами, подхваченные и разрекламированные СМИ, не более чем дезинформация. Но тогда возникает вопрос, а что же на самом деле пытаются скрыть военные? Чтобы ответить, вернемся снова в Борисоглебский авиаузел. 19 августа 1986 года южнее Воронежа было зафиксировано появление неопознанного летающего объекта. Немедленно в воздух был поднят истребитель штатного охотника за НЛО, полковника Копейкина, с задачей попытаться зафиксировать его параметры. По словам летчика, он довольно быстро догнал объект. Каким-то образом на меня воздействовал, поскольку я был как кролик. Понимаете, у меня настолько было... у меня не страх был, ничто, это что-то необъяснимое. Я был подавлен, я был как робот. Я так вот смотрел на него, не мигая, значит, пилотировал самолет. Но если бы он бы в землю так бы направился бы сам, вместе со мной, я бы так в землю и вошел бы наверняка, потому что у меня не было ни силы, ни воли. Я даже, я соображал, разум у меня работал, что это я должен доложить хотя бы. Так вот, для того, чтобы нажать кнопку передатчика, вы знаете, у меня пот с меня тек. Словно я сто килограммовую штангу где-то поднимал, тащил ее куда-то в гору. Это только просто, чтобы шевельнуть пальцем. Неимоверными усилиями летчику удалось вывести самолет из аномальной зоны и вернуться на аэродром. После этого случая в Борисоглебск была доставлена сложнейшая аппаратура, с помощью которой удалось сделать детальный снимок на экране. По словам исследователей, НЛО представлял собой плазменное образование с неизвестным твердым телом внутри. Таким телом может быть инопланетный корабль, а плазменная оболочка – искусственное образование. Проблема заключается в том, что все предыдущие научные изыскания отрицали возможность существования плазмы в земной атмосфере. Многие ученые пытались осмыслить, конечно, на основе каких физических явлений могут плавать в атмосфере крупные светящиеся шары, которые предполагали, что это плазменное образование. Не противоречит ли это вообще известным законам физики? Я, например, сам был в институте физики, институт радиотехники и радиоэлектроники Академии наук СССР, который возглавлял в то время академик Котельников Владимир Александрович. Там, значит, вот этим вопросом занимались, но они пришли к отрицательному выводу, что вот таких размеров образования, которые, так сказать, наблюдались в этих случаях в виде плазменного, так сказать, объекта, не может существовать при тех давлениях, которые в атмосфере существуют, при газовом составе. И все же анализ многочисленных наблюдений за НЛО ясно указывал на то, что чаще всего они представляли собою плазменные образования. На сегодняшний день существует более 20 различных теорий и гипотез, объясняющих происхождение аномальных явлений и появление НЛО. Их можно свести в 4 основные группы. Первое. Это естественное плазменное образование. Второе. Аномальное явление, искусственная плазма, рукотворное вещество, как результат вмешательства человека в его научно-технических экспериментов. Третья группа. Это деятельность внеземных цивилизаций, внеземного разума, некоего высшего начала. И четвертое. Проявление существования на нашей планете параллельных миров. Главная проблема в том, что в земных условиях плазма может существовать только в лабораторных условиях. Вот в таких плазматронах, при сверхвысоком давлении и температуре. Другой. Космос. Там иные правила игры. Ведь далекие звезды – это и плазма. Теперь вроде бы картина становится очевидной. И появление так называемых НЛО – это не что иное, как прорвавшиеся из космоса естественные плазменные образования. Так почему же военные так настойчиво занимались этой проблемой? Вернемся еще раз к снимку НЛО. В центре мы видим твердое тело, а вокруг плазма. Именно плазменная оболочка позволяет телу перемещаться с недоступной на Земле скоростью. Если по такому же принципу сконструировать истребитель, его боевые возможности будут сверхъестественными. Окружить плазменной оболочкой, ну, если не весь самолет, то некие его наиболее активные части, такая задача может быть решена. Возникают разного рода проекты, но, насколько мне известно, ни один из проектов не дал ясного позитивного ответа. Выходит, что интерес военных к так называемым НЛО вызван совершенно конкретной причиной. Их интересует отнюдь не контакты с пришельцами, а доступ к новым технологиям. Достаточно вспомнить, насколько непрогнозируемо под воздействием аномальных аэрокосмических явлений начинает вести себя современная военная техника, сбой или полный отказ контрольных систем, отсутствие связи. Отмечается странное поведение людей, испытывающих паралич воли, дискомфорт и даже физическую боль. А ведь это и есть идеальное оружие. Аэрокосмические феномены, которые можно интерпретировать как НЛО, обладают комплексом неких новых свойств, содержат в себе ноу-хау, которые при достаточном изучении могут использоваться в военных целях. Поиск новых видов вооружений, основанных на космических технологиях, начал выдающийся физик Никола Тесла еще в начале 20 века. Документы говорят, что он работал над созданием луча смерти. В основе этого сверхоружия как раз и лежал принцип получения контроля над плазмой. Это означало, что мощный столб раскаленного вещества на расстоянии в сотни километров может уничтожить любой объект любой прочности и объема. Свою экспериментальную установку Тесла построил в Колорадо-Спрингс в начале 20 века. Как сообщали в 908 году местные газеты, гром от ее испытаний был слышен за 15 миль. Электрические искры брызгали из крана, а лошадей через металлические подковы поражал электрошок. Тесла мечтал о создании супероружия, чтобы обуздать бессмысленную воинственность человечества. Но то ли разочаровавшись в столь идеалистических взглядах, то ли осознав действительную мощь нового оружия, он не оставил потомкам никаких подсказок о своих лучах смерти. Он не оставил ни записи, насколько мне известно, ничего это имело в голове. И было ли там у него рассчитано правильно все с точки зрения энергии, которая необходима для того, чтобы воспользоваться этим лучом. В начале 20 века в Сибири произошел невиданный взрыв. Долгое время было принято считать, что в этом месте упал огромный метеорит. Однако есть версия, что загадка тунгусского феномена связана ни с чем иным, как с испытанием луча смерти Николы Тесла. Для того, чтобы разыскать следы использования чуда оружия, и отправлялись в тайгу одна экспедиция за другой. В такую экспедицию по заданию Сергея Королева ходил и Георгий Гречко. Взрыв был такой, что волна как бы землетрясения обошла всю землю. Воздушная волна от этого взрыва обошла всю землю. Светилось небо несколько дней, можно было ночью читать газету. В 30 километров лежал лес. Причем вот такие деревья, в корнях вот такие камни, все это вывернуто, брошено, но как брошено? Все эти деревья, вот в радиусе 15 километров, диаметром 30, лежали корнями к центру этого вывола, а вершинами наружу. И вот идя по направлению этих деревьев, ты приходишь в центр, где должна быть гигантская воронка, или где вообще должна быть выжженная совершенно местность. А там мы нашли растущие деревья, которые росли до этого взрыва и продолжали расти после этого взрыва. У меня есть вот срезы от этих деревьев. Как так? Выходит, что речь можно вести только о сверхмощном взрыве, который произошел не на поверхности, а в атмосфере. А значит, версия испытания сверхмощного оружия вполне имеет право на существование. Впрочем, точно так же, как и версия о посадке огромного межпланетного корабля. Во всяком случае, когда Сергей Королев принимал доклад экспедиции, этот вопрос тоже был задан. И когда мы, возвращаясь, отчитывались перед Королевым, мы много чего рассказали, сколько мы там километров прошли, сколько всяких проб набрали. Он вежливо послушал, потом спросил, а кусок корабля нашли? Вот, к сожалению, куска корабля мы не нашли. Информация о пришельцах, которые якобы оставили свой след на планете, появляется регулярно. Вот и эти фигуры тоже приписывают инопланетянам. Впрочем, как правило, выясняется, что чаще всего они делаются либо шутниками, либо самой матушкой природой. Я лично видел, скажем, у нас в России под Рязанью такие круги, оставленные вихрем. То есть маленький смерчик такой вот прошелся, оставил. А такие картинки, которые вызывают большой ажиотаж, что ключ, то это не круг на полях, а в форме ключа, в форме овалов. Сложные геометрические фигуры, без сомнения, это рукотворчество человеческое. Можно отрицать неземное происхождение этих замысловатых фигур. Шутников-злоумышленников всегда будет достаточно, поскольку появление в туристическом путеводителе строчки об инопланетном следе дорогого стоит. Но как объяснить это? Учеными установлено, что этим фигурам, которые находятся в Латинской Америке, две тысячи лет. Значит, наши сегодняшние хулиганы ни при чем. Нет доказательств инопланетного происхождения этих фигур. Но и объяснить их происхождение земной логикой тоже нельзя. Меня интересует одно из этих неопознанных, найти, подойти, я же русский человек, русские же глазам до конца не верят, русскому надо пощупать. Вот подойти, пощупать, а еще лучше залезть внутрь. Или встретить инопланетян, поздороваться, рассказать, вот ты космонавт, я космонавт, пойдем выпьем. Заброшенный полигон Мефи. 30 лет назад именно здесь была сделана одна из первых попыток создания сверхмощного плазменного оружия, основанного на принципах существования аномальных явлений, которые и были предметом изучения в рамках секретных программ. Распад Советского Союза похоронил эту идею. И тайную гонку вооружений в результате выиграли США. Это аналогичная, но во много раз более мощная установка. Она находится на Аляске. Это одна из немногих ее фотографий. Выбор места понятен. В случае ядерной войны большая часть советских ракет рванулась бы к территории США через Северный полюс. И на пути их встретила бы эта система. Американцам удалось создать систему ХАРП, которая заявлена как чисто исследовательская программа по изучению верхней ионосферы Земли. А на самом деле это высокочастотный, так сказать, нагревной стенд большой мощности, который позволяет создавать на высотах ионосферы протяженные плазменные образования. Они в результате нагрева ионосферы мощными пучками радиовол, пучком радиовол, что способны, с одной стороны, так сказать, создавать изменения трассы распространения радиовол, необходимые как для космической связи, так в том числе и военного назначения связи, так и создавать протяженные плазменные образования, способные разрушать, в том числе механически проходимые через них объекты, в том числе летящие объекты. Вот такие плазменные облака теоретически может создавать в земной атмосфере эта установка. И вот чем может закончиться ракетная атака противника, если установка будет включена. По мнению многих ученых, такие технологии могут нести огромную опасность, поскольку последствия их испытаний пока еще никем не изучены. Если, значит, включить, в кавычках, на полную мощность ХАП, то могут возникнуть так называемые геоаномании, вплоть до раскачивания гемогнитного поля Земли, инверсии магнитных полюсов и высыпания электронов. Это может приводить к стихийным бесам тайфуна, торнадо, которые нельзя уже как цепная реальция управлять, они могут смести самих американцев, ими нельзя пока достаточно им управлять и направлять в нужную цель. Это может прийти просто к глобальной катастрофе, вплоть до схода Земли со своей орбитой. Насколько такие опасения обоснованы, сказать трудно. Но то, что занимаясь проблемой НЛО, военные ученые сегодня вплотную подошли к черте, за которой тайная гонка вооружений может представлять угрозу для жизни планеты, уже неоспоримый факт. Ведь ХАРМ – это вовсе не последняя разработка американских военных. Об аналогичных отечественных системах неизвестно практически ничего. По крайней мере, считать, что нам показали все документы и рассказали обо всех программах, наверное, было бы наивно. До сих пор никто так и не дал исчерпывающего доказательства существования инопланетного разума. Впрочем, доказательств его отсутствия тоже нет. Так что большая охота за НЛО продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok